Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 3 сентября. Я продолжаю рассказывать о томатов серии Козула. Это от польского коллекционера Анны Янковски. Сейчас только что рассказывала о Козула 125, которая под номером 577. Определили, что это черно-малиновая зебра. А вот это, следующая будет героиня, Козула 156. У меня она под номером 576, но идет она официально, у нее название Вертилум. Не знаю, что это обозначает. Короче, Вертилум называется. Среднеспелый, также он индетерминатный рост, как и вот эти предыдущие. Я не знаю, как все остальные Козулы, но вот мне какие попались, они все высокорослые. Опять же, я говорю, что мне самое главное в первый год, чтобы у меня совпали сортовые характеристики, которые, ну как, указаны на покупном вот этом вот вкладыше, который мне прислали с моими томатами. Ну, сошлись почти все сорта. Вот этот тоже высокорослый, длительная урожайность, что у предыдущего сорта, что у этого. Очень давно они начали плодоносить. Я уже показывала вам примерно месяц назад, наверное, их до сих пор еще идут вот такие крупные плоды. Но если перед этим черно-малиновая зебра, она была вот такая, она почти черная висит, то это очень красивые расцветки. Следующая Козула, которая 156. И у нее совсем другие плоды, плоды сердцевидные. Есть с тупым кончиком вот такие, есть прям остросердцевидные. И это Биколор. Ну, как всегда, мало семян у нее почему-то. Но вот это, про нее написано, что это не только красивый, но и очень сладкий сорт. Мы сейчас попробуем. А, нет, еще пока не попробуем. Сначала я схожу, свожу вас. Как я говорила, что для того, чтобы идентифицировать, для того, чтобы подтвердить точно, что это этот сорт, я захожу в интернете на другие сайты, которые занимаются продажей вот таких редких коллекционных семян. И смотрю, действительно ли такой получается вот эта Козула. Вот запомните, номер 156. Вот такая она у меня сердцевидная, желтая, с красными такими вот, с какими-то, ну, короче, Биколор. Я вот специально нашла один сайт, на котором много-много-много томат Козул, всякие-всякие номера. И многие свои томаты я, ну, сравнивала, идентифицировала здесь. Но томат 125 оказался настолько, этот Козула 125 оказался настолько редким, что даже на этом сайте я ее не нашла. Я ее нашла после очень много времени, потеряла на поиск и все-таки нашла. Вот это вот, вот Козула 125. При нее написано, ну, так же, что оригинатор сорта Анны Янковски, Польша. Сорт очень урожайный, среднеспелый. Высота 1,5 метра, округло-приплюснутая форма, что мы и видели. Темно-розово-малиновая окраска с частыми зелеными полосками. Масса 200-300 грамм. Все. Значит, это действительно тот мой сорт, вот который лежит сейчас на столе. Нам осталось, вот видите, это он, да. Нам осталось только сейчас попробовать вкус. Вкус. Значит, Козула 125 это черно-малиновая зебра. Я так и буду помечать, потому что по номерам Козула 125, Козула 141, какие-то все равно, чем-то мы должны их отличать какими-то словами. Вот я нашла сайт, где очень-очень много Козул собралось в одном месте. И я все свои номера, перед тем, как подтвердить, я проверяю здесь. Вот я нашла свою Козула 156. Сейчас мы посмотрим. Ну, видно уже по внешнему виду, что это она и есть. Видите, вот как у меня лежит желтая и с алыми. Причем, чем спелее, тем краснее носик. Но тут цена дороже, чем на предыдущем сайте. 5 штук 50 рублей. И вот ее описание. Все правильно. Высокорослый, малосеменные, красивейшие плоды. Все. Вот эта вот Козула 156 верти, лум какой-то. Сейчас мы ее продегустируем. Продолжение следует. Продолжение следует.